Итак, дорогие друзья, в шаге 21-22 мы знакомимся с рисованием простых фигур. По сути дела, это такие вещи, как класс Canvas. Учимся рисовать прямоугольники, эллипсы и разные замудренные вещи. По сути дела, вот здесь вы уже начинаете соображать, я вижу в курсах и вижу уже по сообщениям, что начинаете перебирать в голове уже макеты. В данном случае мы уже используем относительный макет. На первый взгляд используем, кажется, довольно сложные вещи, но после объяснения, которые становятся простые. Это такие вещи, как Angle Start, Angle End, то есть начало, конец рисования, что нам и дает возможность разные там фигуры рисовать, которые впоследствии можно использовать для игр. Также я надеюсь, что к этому уроку я на этом заострялся. Вы понимаете, почему мы не используем PostHint, значит, настройки. То есть начали соображать в настройках. Ну, наша цель сейчас действительно это очень хорошо разобраться с рисованием на холсте простых фигур, потом их можно делать сложнее и сложнее. Перед этим мы закончили с вами такие вещи, как создание макетов, построение графического интерфейса, а теперь уже пошли уже по косточкам. И это здорово. Ладненько, кто первый раз смотрит видео, не пугайтесь, все просто, мы идем по шагам, вы тоже будете все это уметь. Теперь, где найти обучение Kiwi Python? Очень просто. Познакомитесь как раз с двумя сайтами. Сначала набираете spb-tut.ru. Это сайт школа Django Python. Как раз с ним познакомитесь. Потом набираете, накликаете еще и набираете, кликаете Python for Android. И здесь можно познакомиться, у вас будет немножко другой вид, вот такой. Для получения логина и пароля нажимаете получить логин и пароль. Ребята интересные, группа оживает. Android был запланирован на январь 2016 года и сейчас очень быстро пишутся уроки. По сути дела, кто изучает подряд, у того будет в принципе простое обучение. Мы много рассматриваем справки. Приятно видеть сообщения, приятно видеть участие ребят. В общем, все очень здорово. Например, сегодня пришло сообщение от нашего участника. Значит, это у нас, если мне память не изменяет, Алексей Позняков. Да, ну то есть он написал свои впечатления. Уже, хотя его цели, если почитать, это профессионал на 1С, рассказать о себе, он учится продавать и внести в школу развития в плане линукса. Алексей уже внес, что очень приятно. Например, те, кто благодарны, те и умеют работать. Например, Алексей в сборке АПК сделал свою сборку с Федорой. В группе он написал, что как делать. Кому-то не нравится линус, кому-то нравится Федора. И у нас еще и Володя Семенович сделал, например, сборку с участием Java. Ну то есть на все случаи жизни. Молодцы, ребята. Молодцы, что приятно. Ну, о Киви мы и как работаем с справкой, и очень подробно разбираем код, видео, то есть по косточкам. Успехов! Спасибо.